Само мнение, помеха, успеху. При этом, Даша, я сегодня рассказываю о родном братье рядового Полякова Дмитрия Игнатьевича, о котором я говорил в своём предыдущем видео, посвящённом дословной. Его зовут Фёдор, соответственно, тоже Игнатьевич Игнатьевич Поляков. Он родился в 1908 году в село Шаро, Пуалино, в семье, которую позже раскулачили в 1930-м. И, собственно, вот что о нём известно. Буду подглядывать шпаргалки. Так, с 1927 года он работал на Артёмовском роднике, а в 1930-м он был уволен как лишение, снился в село и был сослан в Кулацкий участок в Пожарском сельсовете. В конце 30-го года взят в телополчение на анжерские угольные копии. Или анжерские, могу ошибаться. Что такое телополчение в случае, если кто не знает, потому что, когда я впервые услышала это слово, у меня пошла ассоциация с фронтом. Тот фронт, кажется, называется, когда ты не воюешь, а работаешь на славу Советской Армии. На самом деле это категория военнообязанных в СССР. С 1918 по 1937 год в телополчение призывались так называемые нетрудовые элементы. Это кулаки, я помню, что Фёдор и Семьевского влачинах, это духовенство, дворяне и так далее. Такие люди лишались всяких правов, так они и назывались, лишенцы, лишенный прав. Их отправляли в целовое ополчение, так сказать, на исправление, чтобы сделать из них добросовестных советских граждан. Делалось это на три года. Потом, если человек проверял себя хорошо, права ему возвращались. Он мог идти более наемным туда же, где отбывал, так сказать, о полчине это тыловое, либо на все четыре стороны. И обычно таких людей отправляли на строительство железных дорог или на шахты, как в данном случае Фёдор и угольные шахты отправили. Вот что пишут касаемо пайки. Так, где-где-где-где-где. Вторыми, как вольный наемный рабочий, имеют мясной суп, на второе котлеты, и на третье сладкое тыловолченцы получают суп из капусты, на второе картофель с рыбой. В копиях тех, на анжерских копиях, он свел знакомство с некой Хавловой Аграфиной Петровной. Знакомство-то не было узаконено, но оно было судьбоносным, так как в последствии этой связи была рождена дочь Тамара и продолжился. Однако, по расспросу, расспросы родичей показали, что Фёдор же называется по матросу выбросил. Вот что пишет Роэстенниса. Дело в том, что все мужчины рода Поляковых очень любили женщин, а женщины их. Фёдор был просто красавец, ковырявые черные волосы, черные глаза, к тому же играл на гармонии, а это по тем временам супер преимущество. Так что таких, как Тамара, думаю, у него было немало, семью он не заводил. Вот так. Однако, давайте-ка посчитаем. Смотрите, если ему удалось освободиться в 33-м, то есть так как он был отправлен в телополучение в 30-м, соответственно, 3 года, в 33-м он должен был освободиться. И Атамара, его дочь, была рождена в матрице 4-го, а значит, зачатая она должна была быть, в 33-м году. То есть, Фёдор либо пока пребывал на этих копиях, так сказать, наследил, либо так напоследок оставил такой сюрприз памяти себе и куда-то девался. Что интересно, есть такой сайт, как он называется, по-английски в жизни не выговорил, но переводится на русский, как наше наследие. Есть такая функция, есть в каком-то ещё древе, другом, не в твоём, появляется совпадение с данным указанным в твоём древе, тебе в этом приходят уведомления. И в древе неких Кондрашовых есть Поляков Фёдор, 1908-го года рождения, то есть всё сходится, который вошёл в род через брак с их девушкой, с девушкой этого рода. И указано, что он погиб в ноябре 1941-го на войне. Тот это, наш ли этот Фёдор или не наш, неизвестно, возможно, просто совпадение всякого в жизни бывает. её написала хозяйке этого древа, пока она мне не ответила. Ну, если ответит, это, кажется, наш Фёдор, многое прояснится. Если я уже заговорила о Фёдоре, который, кстати, с родным братом и Константину, который работал в ГУЛАГе на Лилийском, то хочу упомянуть Александра, их родного брата. Дело в том, что его постигла участь схожая с Фёдором. Указано, что с 1927 года он жил отдельно от своего отца и был взят как решение с тылу подчерения, но уже в город Ленинск-Кузнецкий. Собственно, вот так. Напоследок поясню, что Артёмовский рудник находится в городе Артёмовск, Курагинский район Краснодарского края. Упомянутый Можарский сельсовет. Село Можарка, Курагинский район Краснодарского края. Анжевские копии, Томская область. Город Ленинск-Кузнецкий, Кузнецкая котловина на берегу Иня. Это приток Кемеровской области. Вот такая история. Надеюсь, было интересно. Изучайте свою дословную. До скорых встреч. Пока.